Добрый вечер, дорогие друзья! Поговорим о том, что же будет делать Binance в ближайшее время. Дело в том, что Binance прекратит поддержку XRP с одним условием. И поговорим о том, как токенизация может поднять XRP на новые высоты. Но что касается рынка криптовалют, то в последнее время мы наблюдаем следующее. То, что рынок криптовалют находится все еще в боковике. За последние 7 дней было небольшое снижение рынка криптовалют. И мы видим, что в целом каких-то интересных движений на рынке не происходит. То есть, как ранее я отмечал, что весна, лето, вернее то, что осталось от весны, это половина месяца мая. Это, скорее всего, будет пора накопления, пора какого-то сползания. И пора, в принципе, довольно-таки неинтересного рынка криптовалют. Если мы говорим, значит, про следующие интересные вещи, которые могут происходить, то я считаю, что именно рост криптовалюта произойдет на конец, значит, осени, начало зимы этого года. Поэтому здесь, в принципе, если мы говорим про то, что делать, я бы сейчас, ну, отчасти даже занялся вопросом накопления криптовалют, в частности, тех проектов, которые я наметил. То есть, для накопления я еще возьму луну, которую мы продавали по, там, $1.40, выходили с нее. Покупали по, там, порядка 70-80 центов. Также я буду смотреть на ину. Собственно, это довольно-таки интересный проект. По нему я делал обзор. Можете посмотреть на канале видеоролик, и я там даже говорил, куда она сходит. Ну и тон. Но тон пока что я вижу здесь двойную вершину. И, в принципе, это то, что здесь я смотрел, высматривал. И это как альтернатива XRP, или, по крайней мере, это то, что я могу еще докупить, поскольку есть еще фиат. Если мы говорим про XRP, то после небольшой рекламной паузы мы займемся техническим анализом. И дальше мы, в принципе, с вами поговорим о Binance и поговорим о том, как токенизация может поднять XRP на новую высоту. Оставайтесь. В мире крипты и технологии обретают все новые, эффективные и инновационные возможности для заработка. Один из проверенных мной проектов – это Arbitz.io. Данный проект использует инновационные технологии для эффективного заработка на арбитраже криптовалют. Данная технология зарабатывает высокую прибыль в автоматическом режиме за счет разницы курса крипты на биржах. Своим инвесторам данная технология проект отдает до 90% заработка, что является инновационным в данной сфере. То есть, пока вы спите, механизм нон-стоп зарабатывает за счет разницы курса крипты на криптобиржах. Я лично проверил данную платформу, не словом, а делом, вложив 7000 долларов и все работает надежно, как швейцарские часы. Осталось только хорошее впечатление о работе сервиса. Собственно, поэтому до сих пор держу свою инвестицию, тут и рекомендую своим друзьям данный проект. Ссылка в описании под роликом. Ну, что касается графика XRP, то здесь ничего нового не происходит и ничего необычного лично для меня. Возможно, кто-то ждал здесь резкий какой-то to the moon или резкое падение. Здесь и ранее я отмечал, еще неделю-две назад говорил, что следует, в принципе, обратить внимание на боковик. На два уровня, где торгуются XRP, это уровень 50 центов, он же психологически важный уровень, и уровень спротивления 53 цента. Соответственно, закрепление выше на недельном таймфрейме нам даст, в принципе, понимание о том, что XRP готов изменить тренд, преимущественно на бычий. Или же скальзывание и падение в район 46 или 41 центов уже тоже, в принципе, будет нам о многом говорить. Пока что мы видим, значит, боковик, поэтому я считаю, что волатильность будет такая слабовата, и XRP даже преимущественно, я думаю, что он будет стоять или показывать небольшое падение, если рынок криптовалюта упадет в ближайшее время. Сейчас многие, кстати, боятся то, что рынок криптовалюта упадет, но в целом на рынке такие настроения нейтральные, то есть нет жадности, нет как такового страха. Если мы в Римпро пару XRP Bitcoin, то здесь тоже что-то похоже на накопление, то есть здесь мы в целом стоим, то есть мы стоим, здесь были выкупы, здесь был объем большой на выкуп XRP, когда тот падал, и, соответственно, пока что мы стоим. Я могу предполагать, что XRP еще там спустится в район 750 сатош, если отобьется, если выстоит, то, в принципе, можно ожидать от этого уровня восстановления в район 100%, а именно это там район 1400-1500 сатош за XRP мы можем увидеть, и в рамках там целей к USDT это примерно там доллар, даже чуть больше. Поэтому в это я верю, и я думаю, что если лето будет довольно-таки тухлым для криптовалютного рынка, то для XRP оно может быть не тухлым, и действительно XRP может себя показать, как и в прошлом году в июле, когда была промежуточная победа Ripple над SEC. Если же мы говорим про то, что сейчас происходит, то интересно то, что в продолжающейся судебной саге между Ripple и SEC главный юрист-консульт криптовалютной компанией Stuart Alderotti провел поразительную параллель между рассмотрением дела регулятором и знаменитым романом Франца Кавки «Процесс». И, соответственно, он заявил и сравнил Alderotti, подчеркивая утверждение Ripple о том, что регуляющий орган несправедливо относился к ней на протяжении всего расследования и процесса уведомления Wells. Некоторые утверждают, что этот случай символизирует более широкую тенденцию в других криптовалютных компаниях, таких как Robinhood или Coinbase, сталкиваются с аналогичными проблемами, пытаясь справиться с противоречивыми отзывами SEC. Ну и сейчас мы пришли к тому, что SEC требует уже 2 миллиарда долларов. Ripple пока что готова дать 10 миллионов долларов. Кстати, непонятен шаг компании Ripple. То есть, если она готова дать 10 миллионов долларов, то потенциально она признает то, что она не права. Здесь нужно было бы, конечно, не так все-таки развивать эту стратегию, не показывать то, что компания Ripple готова дать какие-то деньги, а дальше идти и стоять на своем. Но, в принципе, это выбор компании, значит, Ripple. Также нужно отметить, что Binance прекратит поддержку XRP, но с одним условием. Значит, ведущая криптовая биржа Binance прекратила поддержку криптовой XRP, но предполагает коммонтацию UZT. Цена XRP незначительно восстанавливается на фоне юридических препятствий. То есть, здесь речь идет о фоне неопределенности на рынке. И также здесь говорится, что Binance – это известный игрок на линии обмена криптовалюции, взбудораживая рынок объявил прекращение поддержки XRP. Однако, среди волнового эффекта, вызванного этим решением, есть примечательная загвоздка, на которую инвесторам следует обратить внимание, которая добавляет интриги в сценарий. Кроме того, цена XRP также отметила небольшое восстановление, несмотря на недавнее объявление Binance о, значит, данном прекращении поддержки. Здесь также речь идет о том, что Binance, значит, в этом решении объявила в ненавном обновлении и подчеркивается прекращение поддержки Binance Futures XRP и 3USD. Акрую USD в качестве маржинальных активов в режиме нескольких активов. И, значит, это, между тем, согласовано с заявлением Binance, лимит на перевод для XRP и 3USD в режиме мультиактивов, был пересмотрен до нуля с 14 мая по 6 часов UTC. Кроме того, любые оставшиеся остатки XRP в 3USD в кошельках, и везде здесь SM Futures тоже будут автоматически конвертированы в USDT. Ну, то есть, речь идет о маржинальной торговле, как бы заголовок такой желтой прессы, да, но, по сути, здесь мы видим, что, кстати, Binance за последнее время отказалась от ряда криптовалют и, в принципе, вычеркнула их с маржинальной торговлей, поэтому это нормальная такая практика. То есть, когда XRP стоит на месте, да, и когда речь идет о таких вещах, да, как вычеркивание XRP с, значит, фьючерсов, то это вообще нормальная схема, и я считаю, что это вполне адекватно. Что также нужно уметь, что токенизация может поднять XRP на новую высоту. Руководитель отдела маркетинга платежей Оливера Сигория недавно поделился своими прогнозами относительно будущего транзакции в социальных сетях, и он заявил, что токены – это основа всего, мы все используем токены для транзакций. И также здесь таки Низас Актив является ключевым компонентом платежей будущего Ripple, делая акцент на глобальном характере транзакций с токенами. И также стоит отметить, что есть довольно-таки революционный потенциал технологий блокчейн, цифровых активов, таких как XRP, и эта приверженность представляет собой стратегический курс для Ripple, а не просто временное увлечение. Также стоит отметить, что обход SEO, генеральный директор, заявил, что известные финансовые гиганты используют XRP, и это заявление он сделал сегодня, и это довольно-таки круто. И также в SEO Deal Ripple обход представляет услуги на входе и выходе для клиентов Ripple в коридорах США, Великобритании и Европы. Также нужно отметить, что значит успех Ripple против SEC приведет к увеличению интереса банков США, к использованию XRP, рост XRP как выдающийся XYP в отрасли неизбежен, и об этом говорит все NBC. Также, в принципе, Ripple движется к запечатанию документов в битве SEC, что стоит за этими запечатанными документами. Многие, в принципе, думают, гадают, что же будет, но я считаю, что нужно дождаться решения окончательного, нужно дождаться даты. У многих сейчас уже речь идет о том, что это будет сентябрь, скорее всего, осень этого года, но, в принципе, сентябрь может впитаться в полноценный такой бычий цикл для Ripple XRP. И, кроме того, мы видим, что есть огромные транзакции, огромные переводы на фоне того, что сейчас происходит, и между тем, в ходе судебных разбирательств было замечено перемещение 280 миллионов токенов XRP внутри экосистемы Ripple и криптовой биржи. Транзакции были отмечены, когда Ripple обратилась с просьбой опечатать документы, связанные с ходатайством SEC, в обнесении решения и средствах правовой защиты. Примечательно, что в переводах участвовали известные китовые адресы XRP, что вызвало интерес в криптовалютном сообществе. Поэтому вот такие дела. Поэтому, подводя итоги, то есть, и даже несмотря на этот перевод, мы видим, что в целом цена себя совершенно никак не ведет, не реагирует на данный перевод. Если мы будем смотреть на другие криптовалютные активы, то даже когда биткоин шатается вниз, мы видим, что из списка падают те монеты, которые давали какой-никакой рост. И, в частности, вот Inna, которую я присматриваюсь, она идет вниз. То есть, я считаю, что здесь нужно подождать остановку движения, как и ранее я говорил в обзоре, да, и, в принципе, потом уже совершать покупки. Ну, и в целом, пока что мы ожидаем, что же будет дальше. Но то, что XRP здесь определенно стоит и нету давления продавцов, это уже очень-очень хорошо. То, что здесь такое ощущение, что набирается, как ни крути, позиция. И она определенно крупная. Ну, а с вами был Криптовалют, всем у нас МК и до новых встреч.